Добрый день, здравствуйте! Сегодня с вами приготовим чизкейк клубничный и плюс еще бюджетный вариант. Нам для этого понадобится клубника, мука, сахар, желатин, крем или сливки, творог. Вот такой желатин я использовала, это ванилин и яйца, конечно же. Помоем клубнику, почистим, желатин зальем водой, это 25 грамм желатина и 120 миллилитров воды, холодной воды. Оставляем, чтобы набухло. Мелкую клубнику, это 250 грамм, разбиваем блендером, а потом надо пропустить через сито, чтобы удалить семечки. После того, как готов сок, видите, сколько у нас получилось семечек, которые нам не нужны, мы их выкидываем. Пропустим еще творог через сито, чтобы там не оставалось никаких комочков. И вроде бы все. Теперь сюда добавляем сливки. Хорошенечко перемешиваем. Добавляем сахар в наш сок клубничный. Тоже перемешиваем, пока растворится сахар. Теперь соединим все вместе. И в этот момент можете использовать уже миксер, чтобы хорошенечко все смешалось. Форму, в которую собираетесь готовить ваш чизкейк, постелите стрейч. Можете и не стелить, потому что оно очень прекрасно отходит потом от посуды. А сок, который мы приготовили, разогретый желатин, тоже выливаем через сито и хорошенечко еще раз перемешиваем. Дайте отдохнуть этой массе минут 5-10. А потом через ложку аккуратненько выливаем все это на клубнику. Если не будете ждать, оно быстрее просачивается через вот эти дырочки между клубникой. И немножечко, как говорится, потеряется вид. А так все нормально. И убираем в холодильник где-то на час. За это время приготовим наш бисквит. 3 яйца, 80 грамм сахара, хорошенечко взбиваем. Вернее, очень долго взбиваем, как на настоящий бисквит. Потом берем муку, ванильный сахар, хорошенечко просеиваем его. Вот таким образом. Кстати, вы можете поменять тесто, не обязательно, чтобы оно было у вас бисквитное, может быть, песочное, может быть, просто купите печенье и выложите на дно. Выпекался он у меня 180 градусов, минут 18, ровно 18 минут у меня ушло на это. И, смотрите, очень удобно пропеклось и снизу, и сверху удалила бумажку. Но мне надо, чтобы все это очень хорошо остыло. Прошел час остылки, бисквит остыла, основа. И теперь вот это помещаем в нашу форму. Если вам показалось, что бисквит очень сухой, можете его пропитать, чем вы захотите, сиропом или еще чем-либо. Вот и все. Готов наш красавец. Теперь надо попробовать. Я порежу его на такой добрый большой кусок, чтобы показать вам, какой он красивый внутри. Немножко отходит от стандартов. Во-первых, он бюджетный. Во-вторых, у нас сейчас праздник Рамадан. И я сделаю очень высокий бисквит, так как люди весь день бывают голодные. А на ифтар, на естся и выдержать следующий день нам не помешает. Ну все. Пока. Хочу попрощаться с вами, пожелать вам удачи, счастья, мира. И дай Бог вам всего того, что вы желаете. Пусть примутся ваши молитвы. Пусть будут здоровы дети, родные и счастливы. А пока хочу попрощаться с вами. Не забудьте поставить лайк, поделиться. Ну и покажу, как это все. Посмотрите, какая прелесть. Какой хороший чизкейк. Вот такой вот. Пробовать я не буду. И бисквит, и верхняя часть очень хорошо приготовились. Бисквит вкуснейший. Прощаюсь с вами. Всего доброго. Продолжение следует.